Итак, форма у нас с вами красивая есть, данные с нее мы отправлять умеем, а теперь давайте научимся их сохранять. Для этого нам нужно создать модель данных, для этого мы идем в файлик models.py, создаем класс и должны описать в нем поля нашей будущей модели. Давайте назовем это тоже feedback, наследуемся обязательно от models.model. Ну и здесь поля нашей модели, то есть будущие таблички будут совпадать с полями нашей формы. Поэтому мы пишем name, это у нас будет поле строкового типа, значит мы пишем chartfield, копируем эту строчку, у нас также будет еще surname, затем мы создаем поле feedback, оно у нас будет чуть-чуть другого типа, textfield. Разница в этих полях только в том, что textfield он не ограниченной длины, а chartfield должен иметь конечную длину. Вот, и осталось нам еще завести рейтинг. Это поле целого типа, мы можем выбрать integer field, но давайте возьмем более специализированный тип поля, называется positive integer field. При помощи него можно только положительные числа сохранить, нам так раз это и нужно. Ну вот, давайте я код отформатирую, и осталось нам сделать миграции. Значит мы открываем терминал, путь у меня указан верно, я набираю manage py и make migration. Получаю такие ошибки, мне говорится, что chartfield у нас должен быть определен с max-lang. Давайте проставим, допустим имя у нас будет занимать не больше 40 символов, фамилия, ну пусть будет 60. Нам в принципе сойдет. Итак, делаем миграции, у нас все успешно. Вот миграция появилась, опять же можете ее проанализировать. Не забывайте, что появляется поле id, он генерируется автоматически джангой. Нам осталось эти миграции применить. Значит мы вызываем команду migrate. Отлично. И смотрите, мы теперь этой моделью можем пользоваться. Значит мы идем во views, импортируем из models соответственно название нашей модели. Она у нас называется feedback. Вот не путайте, есть feedback form, это форма, а это уже по сути наша табличка. И смотрите, мы здесь печатали наши данные. Данные у нас печатались в виде словаря. А теперь мы создаем экземпляр нашего класса, у которого есть поле name, и мы его представляем данными из нашей формы. То есть мы из этого словаря берем так раз имя name. Ставлю запятую, дублирую несколько раз эти строчки. Могу пойти в форму, могу сразу выделить название вот этих трех полей. Для этого ставлю курсор на три строчки к колесикам. Зажимаю ctrl shift, нажимаю вправо, выделяются эти поля, копирую их. Иду во views, колесиком выделяю вот эти три имени. Оп, и заменил. Дальше колесиком здесь выделяю сразу три строчки в конце. Шагаю сюда, опять же выделяю вот это слово. И заменяю. Вот так вот удобно, быстро можно это сделать. Это у нас будет переменная с кратким названием feed. И, как вы помните, мы должны после создания объекта, чтобы он появился в базе данных, его, конечно же, записать. Поэтому вызываем у него метод save. Вот и все. Запускаем наш сервер. Заодно давайте мы откроем нашу базу данных. Для этого я копирую путь. Здесь вот есть copy, copy path. Нам предлагают выбрать тип пути. Мы выбираем абсолютный. В этой программе вы уже с ней должны быть знакомы. Выбираем открыть базу данных. Вот сюда я вставляю наш путь. Нажимаю enter и выбираю нашу базу данных. Вот видите, здесь появились таблички. Переходим на вкладку данные. Выбираем нужную нам табличку. Вот она, feedback. И просто проверяем, что она сейчас пустая. Окей, и теперь мы заполняем нашу форму. Давайте сохраним Ваня. Иванов. Кто же еще? Feedback. Ну, не знаю, QWERTY напишем. И рейтинг, допустим, 4. Нажимаем отправить. Прежде давайте я ставлю точку снова здесь. Вот мы переходим сюда. Смотрите, напоминаю. Здесь хранится у нас словарик. И вот по ключам мы можем эти значения достать. Ну, что, собственно, мы здесь с вами и делаем. Вот у нас переменная feed создается. И вот здесь мы можем ее развернуть. Видим. Вот ее отзыв, вот ее имя, рейтинг и фамилия. Айдишка еще не задана, потому что мы не сохранили. Вот сейчас эта строчка так раз сделается. Итак, выполняем ее. И видите, нам дали ID номер 1. Вот наш запрос успешно ушел. Обновляем базу данных и видим нашу первую запись. Давайте просто запишем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Что-то непонятное и рейтинг, допустим, 5. Отправить. Отлично. И обновляем страничку. Вот видим, запись тоже появилась. Вот так просто мы можем с вами теперь сохранять наши данные, которые приходят от пользователя. На сегодня, пожалуй, все. И продолжим с вами на следующем занятии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok